Всем привет, с вами Денис Логутенко и сегодня на личном примере я расскажу, как потенциально любой арбитражник может переехать в США, получить грин-карту и даже впоследствии гражданство. И в самом конце я расскажу про еще один тип PIS, который на самом деле получить еще легче, поэтому обязательно смотри до конца, устраивайся поудобнее, погнали! Я на самом деле уже рассказывал на своем канале про различные варианты получения американцев виз, кто не смотрел выпуск тут, но про арбитражные визы я рассказываю впервые. И сегодня я расскажу про свой личный кейс, это виза EB1, она так называется, виза для людей, которые обладают экстраординарными способностями. Еще ее называют визой талантов. Что же это такие за экстраординарные способности или таланты, которыми нужно обладать, чтобы переехать в США? На самом деле у американцев есть вполне конкретных 8 критериев. Первое, ты должен выиграть хотя бы две премии в своей области, где ты реально являешься каким-то крутым специалистом. Второе, ты должен иметь публикации в различных медиаресурсах или СМИ, или у тебя должны брать кто-то интервью, к примеру. Третье, ты должен сделать какой-то значительный вклад в сферу, в которой ты занимаешься. Четвертое, должен быть членом профессионального клуба или сообщества. Пятое, ты должен быть приглашен в качестве члена жюри на какой-то конкурс. Шестое, ты должен получать высокую зарплату или прибыль. Седьмое, ты должен занимать руководящую роль в своей компании, в своей команде, которую ты имеешь. Ну и восьмое, ты должен быть автором образовательных статей в своей сфере. Знаю, большинство из вас реально напряглось, когда увидел эти критерии, но на самом деле здесь еще все проще. Достаточно иметь всего лишь три критерия из восьми для того, чтобы, собственно, податься на этот кейс и попытаться получить грин-карту. Но в идеале, конечно, иметь больше трех. На всякий случай, я, например, закрывал все восемь критерий. И не нужно пугаться, если, допустим, вы сейчас по этим критериям не подходите, потому что важно знать эти критерии и к ним можно подготовиться, в том числе и участвовать в каких-то конкурсах или делать какие-то публикации. Это все техническая работа. И сейчас я на своем примере конкретно расскажу, как закрыть большинство из этих критериев. И первое, это публикации в различных СМИ. На самом деле, это самые легкие реально критерии. Если ты нормальный арбитражник, у тебя есть экспертиза, то большинство медиек заинтересовано разместить твой кейс у себя или взять у тебя какое-то экспертное мнение. Но здесь очень важно. Эти медики должны быть обязательно профильные. Например, ProTraffic, OffTimes или CPI Monster. Вы можете смело писать ребятам, и они с удовольствием опубликуют ваш кейс. У меня, например, вообще с этим проблем не было, потому что у меня, помимо каких-то арбитражных СМИ, еще были статьи и спрашивали мои экспертизы в различных, более, скажем так, крупных журналах, типа Forbes, Inc. и РБК. Мне достаточно было просто их собрать в кучу, и в принципе, критерии я этот полностью закрыл. Второй пункт, это значительный вклад в сферу или индустрию, в которую вы, собственно, трудитесь. Звучит расплывчато и непонятно, но до тех пор, пока не становится ясно, что в том числе и под этот критерий подходит ваше выступление на какой-то конференции. Когда вы кому-то что-то рассказываете, даете какой-то полезный контент, вы в том числе и развиваете сферу. Поэтому, если у вас стоит задача закрыть этот критерий, выступайте на конфах. Например, на своей конференции Кинза мы постоянно приглашаем новых интересных спикеров. Поэтому, если вам есть что рассказать, пишите ребятам и вполне себе спокойно выступайте. У меня, например, с этим критерием вообще не было проблем. Я выступал практически на всех арбитражных конференциях в СНГ и не арбитражных, в том числе на синергии Digital, различных бизнес-клубах. Поэтому я этот критерий закрыл с лихвой. Третий пункт, получение различных премий или наград. Вот здесь уже немножко сложнее. В отличие от номинального выступления на конференции или публикации в СМИ, здесь вам придется реально попотеть. Потому что нужно завоевать первое, блин, место. Мы, например, в Кинзе проводим ежегодные вручения премии по различным категориям. Лучшая партнерка, лучшая арбитражная команда, лучший инфлюенсер, лучший сервис в арбитраже. И там прям реально идет жесткая борьба. Если вы вдруг еще не дотягиваете, вам сложно конкурировать, вы можете выбрать конкурс чуть попроще. Это тоже может вполне подойти. То, что касается меня, у меня с этим проблем тоже не было. Я выигрывал конкурсы Digital Leaders, выигрывал конкурс Team Awards, и различные конкурсы в рамках инвестиций. И этого вполне хватило. И еще два пункта, такие как высокая прибыль и руководящая позиция, на мой взгляд, тоже не являются большой проблемой, если немножко заморочиться. Достаточно показать свою компанию с высокой прибылью и тем самым закрыть этот критерий. И вот уже 5 критерий из 8 у вас собрано. И вы можете легко подаваться на американскую визу талантов. Но вот здесь важно. Я советую делать это обязательно при помощи адвоката, который поможет вам правильно собрать все документы. Ну, как и обещал, я расскажу про еще один тип американских виз, который может получить арбитражник. Это виза категории О1 и тоже виза талантов. Но, в отличие от EB1, ее получить гораздо проще. На нее не существует никаких годовых квот, и ее гораздо быстрее одобряют. И там, на самом деле, все то же самое. Все те же самые 8 критериев, из которых нужно выбрать 3, точнее, подойти по трем, и тогда вы эту визу получите. В чем же подбог? Денчик, спросите вы меня и зададите правильный вопрос. И основное отличие визы О1 от EB1 в том, что это не гринкарта. Это просто рабочая виза, которая выдается сроком на 3 года. И каждые 3 года вам нужно ее продлевать. Но, естественно, можете вполне спокойно жить и работать в Америке. И после этой визы вы не можете поддаться на гражданство. И самый, вообще, наверное, стандартный кейс, когда ребята, которые не уверены, значит, в своих силах, в своих конкурсах, которые у них выиграли, или в публикации, они сначала идут на визу О1, получают эту визу, уже, в принципе, могут находиться в Америке, и потом, впоследствии, подаются с этими же критериями на визу EB1. И, собственно, здесь решать только вам, каким путем идти. И на этом, собственно, все. Если это видео показалось вам интересным, и вы хотите мне отправить хотя бы малюсенький респектосик, просто поставьте лайк или напишите комментарий, тогда это видео увидит больше людей. Так работает алгоритм YouTube. С вами был Денис Логутенко. Всех обнял. Пока.